Всем привет! У меня в руках телефон Meizu M5 Note и сейчас я хотел бы записать видео, как прошить этот телефон. Почему я решил записать это видео? Потому что, когда я искал инструкцию в интернете, я натолкнулся на то, что все инструкции были неполноценными, будь то инструкции на форумах или инструкции на YouTube. Итак, давайте я попробую выложить свою версию, свое видение, как правильно прошивать этот телефон. Постараюсь упомянуть все те пункты, которые я именно сделал, и у меня получилось прошить этот телефон на международную, на глобальную версию прошивки. Теперь у меня версия G, он стал работать плавнее и, в общем-то, я очень доволен. Ну что ж, это, конечно, процедура не очень простая, там нужно выполнить около 12 шагов. Каждый шаг нужно выполнить очень внимательно, не допустить нигде ошибку. Ну что ж, поехали! Я думаю, что у вас все получится. Первый шаг. Вам нужно скачать архив, который называется ChangeID M5Node. После того, как вы скачали этот архив, неважно в какое место, вы его должны разархивировать. Когда вы его разархивировали, у вас появляется вот такая папка. Обязательно, где бы ни находилась эта папка, скопируйте ее прямо на диск C, чтобы у вас она лежала на диске C, без никаких дальнейших подпапок. После того, как вы ее будете открывать, у вас будет компьютер, диск C и ChangeID M5Node. Заходим в ChangeID M5Node, устанавливаем драйвера, заходим для этого в папку Drivers. Теперь заходим в Vcom, Preloader. Заходим сюда, заходим сюда и обязательно отключаем телефон от компьютера, если он стоял у вас там на заряд или еще по какой-то причине вы его подключали. Обязательно отключаем. Здесь выдастся предупреждение, но вы все равно обязательно отключите от компьютера ваш смартфон. После того, как вы установите эти драйвера, обязательно перезагрузите компьютер. Следующий шаг. Вам нужно установить ADB драйвера. Для этого вам нужно взять ваш смартфон, зайти в настройки, дальше зайти в специальные возможности, дальше зайти для разработчиков. И вот здесь вверху есть вот такая вкладка, отладка по USB. Нажимаете, чтобы у вас была она активна. После этого запускайте установку ADB драйверов. Для этого подключаете, собственно, сам смартфон к вашему компьютеру. Он определится, найдутся все драйвера. Заходим сюда, ADB драйвера. И у вас здесь появится, вот в первой такой строке у вас появится ваше, собственно, устройство. Я не помню, как оно будет здесь называться, но оно появится. Нажимаем install, ждем, пока все проинсталируется и закрываем. Все. Теперь у вас подготовлен и сам компьютер, и ваш телефон для того, чтобы прошиваться. Идем дальше. Теперь нам нужно запустить специальную программу, которая, собственно, все это дело у нас подготавливает на смартфоне. Для того, чтобы сменить ID, нужно зайти во Flash Tool. Запускаем его. Обязательно обратите внимание, что все пути, которые здесь будут у вас прописаны, должны быть без русских букв. Именно для этого мы все помещали сразу в папку C, в диск C. Заходим в раздел Download, потом нажимаем Download Agent. Здесь выбираем DPL, BIN, открыть. Дальше в Scatter файл в папке Image находится. Здесь, значит, мы находимся, допустим, да, в Change ID Ambit Note. Заходим в Image, выбираем Scatter файл, открыть. Все. Теперь нужно показать preloader. Нажимаем вот сюда. И, собственно говоря, идем в Change ID, опять же, Image. И вот здесь выбираем preloader. Открыть. Все. Здесь у вас все уже сделано. Больше ничего делать не нужно. Теперь вам нужно нажать Ctrl-Alt-V обязательно. И у вас, обратите внимание, вот здесь вот в строке должно появиться Advanced Mode. То есть, продвинутый такой режим использования приложения. Нажимаем Ctrl-Alt-V и получается Advanced Mode. Теперь нажимаем Windows Write Memory. Здесь обязательно пишем File Pad, где находится. А он находится у нас вот здесь Change M5 Note, Image, вот он, DevInfo. Открыть. Вот это значение вам нужно будет изменить. Я его, это значение вы скопируете из описания к этому видео. После того, как вы его измените, у вас будет следующее. У вас будет вот такое вот число. Больше здесь ничего делать не нужно. Вам нужно нажать в Write Memory. Потом вам нужно будет подключить, то есть, нажимаем Write Memory и подключаем наш смартфон обязательно к компьютеру. И здесь кроется тоже очень много различных тонкостей. Подключать нужно тем кабелем, который идет в комплекте к этому смартфону. Обязательно. Также подключать нужно в задний порт системника, если вы делаете это через системник. Обязательно это должен быть USB 2.0, не USB 3.0. Если вы делаете это через ноутбук, то постарайтесь USB 2.0 использовать. Если нет другой возможности, то, понятное дело, он сам определится и скинет на USB 2.0 интерфейс. После того, как вы подключили этот выключенный смартфон, выключенный в компьютер, у вас здесь произойдет определенное действие. В смартфоне кое-что настроится. И теперь у вас появится такое окошко с галочкой, с зеленой галочкой. Типа все выполнено. Все. После этого у вас смартфон подготовлен к тому, чтобы, собственно говоря, прошиваться. У него сменится ID. Что вам нужно делать для того, чтобы прошить теперь этот телефон? Есть несколько способов. Первый, это самый простой. Так сделал именно я. Вы заходите в проводник. Естественно, вы должны включить телефон. Заходите в проводник, нажимаете архивы и находите апдейт, который вы закачали на телефон. Или это можно сделать вот здесь. Локальные файлы, опускаемся в самый низ, апдейт. Нажимаете этот файл и ставите сброс данных. Сделать сброс данных. Ставите эту галочку и потом обновить сейчас нажимаете. У вас перезагрузится смартфон. Он проверит, что у вас действительно нормально все с прошивкой, что у вас сменился ID и начнется прошивка смартфона. Все очень просто. Но есть еще один способ. Для этого нужно зажать комбинацию клавиш. И, в общем-то, после того, как эту комбинацию клавиш вы нажмете, вы попадете в режим. И из этого режима вам нужно будет тоже нажать Clear Data. Нажать кнопку для того, чтобы смартфон начал прошиваться. Это не самый простой способ. Самый простой способ это вот из включенного состояния запустить файл. И он сам все за вас сделает. И после этого у вас будет телефон, как и у меня, в глобальной версии прошивки. На международной. Вот версия о телефоне. Посмотрите, у меня телефон был из Китая куплен. Он пришел мне из сайта Алиэкспресс. Посмотрите, M621Q. И теперь у меня пишет, что у меня модель M621H. То есть, он увидел, что у меня ID международный. И он, естественно, разрешил мне установить Flyme 5211.0G. В общем-то, вот такой вот простой, на самом деле, способ прошить ваш телефон. Но он простой, если вы уже все это делали. Я, например, это все сделал несколько раз. Поэтому я уже все это запомнил и делаю практически без подсказки. Там из каких-то заметок, которые я для себя настрочил. Но если вы делаете все это в первый раз, то, конечно, для вас это будет казаться сложным. И помимо всего этого, нужно обязательно учесть в каждый пункт. Обязательно сделать его по порядку. Если где-то вы ошиблись, у вас ничего не получится. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это видео будет полезным, понравится. Вот так вот я прошил свой Meizu M5 Note. Этот телефон мне очень понравился. И обязательно учтите, что на международной версии прошивки этот телефон работает намного интереснее. И та претензия, которую я ему предъявлял по поводу автономности, я полностью забираю свои слова обратно. Этот телефон мега автономный. Просто мега автономный. Поэтому, ребят, обязательно прошивайте на международку и получайте просто кайф от использования этого смартфона. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось и было полезным, не забудьте его поддержать, рассказать о нем друзьям в социальных сетях. И обязательно подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте моего канала. Если вы этот телефон еще не купили, то где его купить по интересным, самым вкусным ценам, я тоже укажу в описании. Можете зайти посмотреть. Всем хорошего настроения и пока! Я выложу все ссылки в описании к этому видео. Можете зайти по этим ссылкам и скачать все то, о чем идет речь в самой инструкции. Когда я искал ответы на все эти вопросы, я говорил, что ребята, я сделал все по шагам, почему не работает? А они говорят, да нет, все должно работать, у нас все работает. Так вот, если вы впервые вообще прошиваете телефон, то скорее всего у вас не будут установлены все эти АДБ драйвера. И понятное дело, что у вас ничего работать не будет. Мне отвечали на вопрос таким образом, что... А ты что, не знал, что нужно АДБ драйвера поставить? Я говорю, так в инструкции этого нет. То есть, многие пишут инструкцию с расчетом на то, что вы уже когда-то прошивали и у вас все уже подготовлено. Так вот, это инструкция для тех, кто впервые прошивает телефон, у кого компьютер не подготовлен. Обязательно используйте компьютер, не захламленный различными драйверами, не какой-то там со старой установленной Windows, которую уже нужно менять. Также обязательно используйте Windows, ну как минимум, 7-ку, 64-битную, чтобы у вас хватало оперативки, чтобы у вас было не меньше 4 гигов оперативки. Ну и, в общем-то, остальное все очень-очень просто, но нужно делать все внимательно. Продолжение следует...